Церковь Святого Креста Иерусалимского в Риме, дворец Понтия Пилата и собор Святого Петра в Ватикане, русская православная церковь Николая II в городе Бари. Все эти храмы воспитанники православного центра умиления смогли увидеть воочию, а также приложиться к святым мощам Андрея Первозванного и Николая Чудотворца. И для детей, и для руководителей церковного хора паломничество в Италию стало незабываемым. В первый день мы, конечно, поехали в Рим, потому что мы очень хотели посетить Святого Петра, мощи Святого Петра. И он был для нас очень важен, потому что мы прекрасно все знаем по Евангелию, что это тот святой, у которого ключи от Царствия Небесного. Самое яркое, наверное, был третий день нашей поездки, когда мы поехали к мощам Николая Чудотворца. Мы пели службу, это было великое чудо. Конечно, такого звучания именно нашего хора мы еще никогда сами не слышали. Конечно же, ребята вернулись из поездки не с пустыми руками. Воспитанники умиления привезли подарки для тех, кто организовал тур в Италию. Руководству фонда «Благословите детство» были вручены освященные иконы и четкие святых мест. По мнению Людмилы Буряковой, возглавляющей эту благотворительную организацию, такое паломничество было просто необходимо тем детям, в сердцах которых прочно поселилась вера и любовь к Богу. Я думаю, каждый ребенок, который прикасается к таким святыням, он, скорее всего, чувствует какой-то определенный душевный порыв. Эта поездка детей говорит о том, что есть слова, а есть дела. И я хотел бы обратиться ко всем нашим предпринимателям. Если есть возможность, ну, конечно же, помогайте нашим детям, потому что те мечты, именно детские мечты, в таких поездках и осуществляются. Православный хор «Умиление» – это 25 воспитанников самого разного возраста. В каждом из храмов, которые посетили ребята во время паломничества, они пели службу, и их исполнение очень высоко оценили итальянские верующие. Для всех участников нынешней встречи очень неожиданным и приятным подарком стала известная песня «Родина» в интерпретации хора «Умиление». В скором времени хор «Умиление» выступит с концертами в Москве. Эта поездка состоится также благодаря поддержке фонда «Благословите детство». Екатерина Караваева, Андрей Стомин, телекомпания «Ахтуба» из Ленинского района.